Европа захотела бесплатно летать над российской Арктикой, чем ответила Россия на требования Евросоюза. В Евросоюзе мелькала идея, которая скорее звучала как требование – Россия должна отменить плату за перелет западных самолетов через российскую Арктику, но только тогда, когда ограничения на полеты будут сняты Россией. Однако Россия может снять ограничения только в том случае, если со своей стороны это сделают Европа и США, они первыми закрыли свое небо для российских самолетов, Россия ответила зеркально. Если об открытии воздушного пространства в ближайшем будущем еще хоть как-то может идти речь, то вот об отмене роялти – платы за пролет через российскую территорию – быть не может. Если однажды у нас будет возможность увидеть открытое российское воздушное пространство, кое-что должно исчезнуть – роялти за полеты над Сибирью. Об этом заявил Хенрик Хололей, являющийся руководителем гендиректората Евросоюза по транспорту. Еще с 70-х годов прошлого века СССР взимал плату за перелет воздушных судов над своей территорией из Европы в Азию и наоборот, до 2022 года выплаты роялти шли в основном аэрофлоту. Сейчас многие европейские и японские авиакомпании пострадали из-за закрытия неба над Россией, и их самолеты вынуждены проделывать более серьезный путь. Если взглянем на глобус, маршрут от Японии до Германии лежит как раз большей частью над российской Арктикой и Сибирью, постановка вопроса действительно неверна. Мы, пишем словами европейцев, когда-нибудь откроем для русских свое воздушное пространство, они в ответ будут обязаны открыть для нас свое, да еще и отменить плату за перелеты. Даже обсуждать это в текущих геополитических реалиях невозможно, в Госдуме ответили примерно так же. Россия должна платить за полеты своих самолетов через другие страны, но вот европейцы, пролетая над территорией России, должны делать это бесплатно, а расходы на службу диспетчеров должна нести сама Россия. Что в корне не соответствует интересам нашей страны, об уступках относительно открытия воздушного пространства, конечно, можно говорить, но в будущем уступки должны быть взаимовыгодными. Если у нас будет интерес в решении каких-то других вопросов, то, конечно, можно договариваться на любую тему, лишь бы соблюдались другие наши интересы, только если нам это будет выгодно, ответил депутат Алексей Чепов. Так, если в будущем небо все же откроют, и кое-какие европейские компании вернут маршруты через российскую Арктику, роялти не стоит отменять, может, стоит его даже увеличить. Российская экономика чувствует себя примерно так, как сказал в популярном романе Кот Бегемот, задорно и весело. Так вот, как компания Воланда изящнейшим образом ускользнула из рук, точно так же Россия легко и изящно справилась с 17-15, 20 тысячами ограничений, которые были введены садовниками райского сада. Не получилось экономику не то что жать, да просто хоть капельку ее развития ограничить. Более того, прытки и послушные западные бизнесы, практически рыдая, уходили из России под нажимом политиков. Ведь не последним затыкать дыры в бухочетах и иметь бледный вид перед акционерами. Сегодня в Брюсселе должен быть утвержден новый пакет ограничений в отношении нас. Что ни слова, то сплошной романс. За несколько дней до нового, но уже надоевшего за 15 выходов на бис события, выяснилось, что предыдущий или позапредыдущий, тот самый, что должен был лишить валютных поступлений, не работает. Но алмазы, не предмет повседневного потребления, раз на дело и в шкатулку спрятало. А вот что вы скажете на это. Фондер Ляйен, близкая вашим кругам атлантистов-глобалистов агентства, ни разу сообщает, что поступления в бюджет от экспорта нефти удвоились в сравнении с прошлым годом. Блумберг подыграл и Рейтерс, сообщив, что, по его информации, крупные игроки на рынке торговли и огранки алмазов требуют смягчения санкций, если не вовсе их отмены. Поскольку за падение нормы прибыли и все те же дыры в бухочетах ответственность несет не верхушка ЕС и Еврокомиссии, там все давно хромые утки, а те, кто управляет отраслью. Особый шик придает тот момент, что за ослабление санкций, пусть в алмазном их венце случай ратуют, вы не поверите, американцы. Хотя, что ж не поверить, если американцы – основные держатели нежных мест практически всей алмазодобывающей промышленности, а огранкой, так и быть, они делятся с бельгийскими людьми из Антверпена. В нынешнем санкции знатоки семантики оценят красоту игры слов «есть масса ограничений». Вплоть до запрета работать в общеевропейском экономическом пространстве транспортным компаниям, если там имеется до четверти русского капитала. Дальнобойщики, которые и так не слишком довольны ни условиями труда, ни его оплатой, без сомнения, оценят этот шаг, когда их фуры останутся в гаражах до выяснения причин, сколько денег вливалось ежегодно в предприятие, чтобы поддерживать его на плаву. В Вяколе и про запрет на передачу сообщений российского Центробанка информация появилась одновременно с новостью, что Франция наращивает покупки природного газа у нас. «Видимо, сообщения идут голубиной почтой, ну или по мобильной открытой связи. Алло, это не глинная? Нельзя ли нам побольше жиженного газку? А то холодно, кушать хочется и вообще мы не местные. А вот теперь серьезно. Мы не будем делать вид, что не знаем, что первые пакеты санкций разрабатывались вовсе не в Еврокомиссии и вовсе не коллективный фонд Дерляен. Рестрикции придумывались рабочей группой Газдепа. Придумывались так, чтобы разорвать экономику в клочья, чтобы население тотально обнищало, вплоть до употребления в пищу подножного корма, и тогда бы западные демократии, все в белом, могли заговорить. Все так и получилось. Но только все в наоборот. В райском саду общеевропейского блока обтирание тряпочкой заменило душ, инфляция берет все новые вершины. А Россия продолжает постепенно и настойчиво, бережно и спокойно решать свои задачи. И в экономике, и в социальной сфере. В принципе, если кому-то нравится принимать пакеты в пакетах, а также режимы в рестрикциях, нам это безразлично. Ну а кто хочет сыграть в нами в наперстке, путь готовит лоб для щелбанов. Хотя, в принципе, мы великодушие можем проявить, не обратив внимания на очередной пакет. Им он нужен для отчета перед хозяевами. Нам, чтобы убедиться, что путь выбрали правильный. Россия, как известно, душа щедрая. Для хороших людей она мать родная, а для плохих – теща. Начать стоит с того, что былые времена торжества щедрости и безвозмездной помощи нашим соседям давным-давно прошли. Стоит отметить, что польские ребята-молодцы научились делать деньги на нас, используя свою смекалку, а также очень выгодное территориальное положение. Долгое время поляки покупали бензин у России по-серому и наживались на этом. Схема была примерно такая – польские транспортные компании по несколько раз за день приезжали на российские заправки. Использовали для этого автомобили либо автобусы малой вместимости. В общем, где бак побольше. Заправлялись бензином, возвращались к себе, сливали и получали прибыль. Всего за один день они совершали множество круговых рейсов. На границе собирались целые очереди и в одну и в другую сторону. Да, были и частные лица, но с середины этого десятилетия крупные польские компании стали ставить этот метод на промышленные рельсы. Таким образом, польские транспортные фирмы просто заключали договор с водителями на подходящих автомобилях для осуществления доставки топлива из России. Как только топливо прибывало в Польшу, его заливали в цистерны и тут же продавали по польским ценам. Сотни автомобилей перевозили топливо днем и ночью. Математика очень простая. В России стоимость топлива составляет 56 рублей литр. В польском городе Бронево – почти 150 рублей литр. Тысячи автомобилей удавалось ежемесячно приносить логистическим компаниям миллиарды польских злотых. Затем эта схема начала распространяться и ей пользовались несколько компаний из Европы. Наша страна тоже зависела от импорта товаров, поэтому схема работала и как бы всех все устраивало. Что со схемой, сейчас теперь же поляки могут въехать в Россию только один раз по специальной электронной визе. Чтобы ее оформить, нужно заплатить примерно 50 долларов. Эта виза выдается всего на один въезд и выезд. Таким образом, чтобы сделать несколько рейсов, нужно посчитать, насколько это будет выгодно. Объем бака небольшого автомобиля составляет 60-70 литров. Где-то больше, где-то меньше. Тут все зависит от комплектации. Так, с учетом визовых расходов литр бензина в России по этой схеме стоит почти 90 рублей вместо 56 рублей, а прибыль значительно снижается из-за обязанности платить водителям и обслуживать транспортные средства. Другими словами, рентабельность программы снизилась почти вдвое. Теперь обратимся к цифрам. В прошлом году поляки импортировали топливо и нефтепродуктов из всех стран примерно на 37-6 миллиардов долларов. Иными словами, это крайне важный ресурс польского импорта. В то же время общий объем импорта из нашей страны составил около 17 миллиардов долларов США, из которых 25% приходится на бензин и другие нефтепродукты. Кроме этого, почти четверть объема топлива было везено в Польшу по вышеупомянутым схемам. Россия заняла четвертое место в импорте Польши по странам – 16-6 миллиардов долларов. Говоря об отношениях со странами Балтии и Польши, российское правительство должно понимать, что наиболее уязвимым местом для этих стран является как раз транспортный сектор. Ведь логистика всегда базируется на сотрудничестве с Россией. Стоит отметить, что это лишь одна из принятых мер.